Везде живут, гуляют, отдыхают, и понятия не имеют, что в России-то война идёт, и жуткая война. У нас столько погибло уже наших ребят, у нас Белгород вообще на заклами не оставили. Здесь война идёт, а там жируют. Там жируют люди. И думают, их не коснётся? Коснётся. С таким отношением коснётся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дети жутко, страшно И много покинуло И Шебекино много-много уехало Даже вот мои дети Там сыр живет в Шебекино Частный дом Хороший частный дом Они сняли дом Потому что два года Дети дистанционно учатся не выходя вот представьте два года не выходит из дома не выходит гулять никуда вот выйдет во дворе побудет и все здесь такая нельзя не выпустит ничего и опять учебный год опять дистанционкой все только из-за того чтобы ребенок учился вот это держится кто-то смотрю уехала в цену и куда ехать не всем ехать и у нас еще масло присты бухает бахает так что вот такие дела у вас хорошо убежище хотя бы рядом да хорошо что хоть у вас рядом нет мы из храма никуда не ходим конечно и люди если мимо храм проходит храм открыть забегает к нам мне кажется храм получше убежище больше вон там лучше не лучше но по крайней мере здесь называемая обычный обычный такой каркас бетонный небольшой кстати надо будут надписи всякие так что прячутся конечно бережа на вот только недавно что это бабахного токсина я сама думала это не самолет форсаж мы не поняли были в спальне я белью вешать по себе на в в Это воздуха не хватает жарко. Спасибо. Тихо. Что вот тут? Вот все вот тут вот. Что будет все? Не сесть, не лечь. Только тут ничего нет. Уже у нас все мусор каким-то заткнут. Все опасности ракетные. Все ходят, всем пофиг. Опасность, не опасность. У вас сейчас сирена. Вы либо сами проходите в укрытие сейчас. А где у вас укрытие? Попали мы. Я думаю, здесь нету сирен. Ладно, тут посидим тогда. Это вот убежище вот такое. Ух ты. Все быстро. Ух ты. Ну, а тут... Насправили. Половое. Думан бежевитом. А все-надо. aquí я 춥юсь. У них есть. Как тут. треугольники да амины девочки там написано внимание мины дамаган он по всему периметру все заминированно получилось тоже вот подпитые здесь шеи вот она вся обстреливается кормят конечно чайную ложку сахара на день по сути видно было что не очень но пособие не заплатили один раз да в начале по 10 ждали но условия какие условия все равно этажные кровати там есть и как общага это общежитие а какие то выплаты делают вам за зелье что где то там разрушено не только вот вот у по 10 тысяч а по 10 тысяч один раз да и больше ничего не обещают какие то еще они обещают и сами они наше всего сказали вы забудьте дадим сертификаты будем строить дома то есть там где жили эту землю там забудьте туда возвращаться я вам скажу это раз может после войны даже мы не страдаем от этого где то потому что их хорошо устраивают вот я? на работу а на работу да хорошо устраивают и как это трудов-трудов да занимаются да везде им дают возможность работать и все тем более что если есть какой то такой специалист что там это сам ну конечно если бодрус такой вот они работают да они берут да смотрю у меня сын вот квартиру продавал одни украинцы шли им сертификаты давали а вот да вот на у кого там какие семьи пошли 400 можете представить ну 8 миллионов и 400 рублей тысячи да вот 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 на работу вот начальник я вообще была а наше а наше решились жилья наше да ремонт потом когда вернетесь потом будем это самое а сейчас пока вот это выселили и безопасное землю уже видите как поможет тому кто пробирает более-менее то есть тоже домов помещили конечно да ну не знаю может и дарит или нет ну я знаю что к нам вот когда сын продавал квартиру ходили в основном украинцы да вот да народ за все отдувается все ребята наши там все за все отдуваются вот а к нам такое вот отношение как будто это послушать по телевизору они там как будто вот знаете они на луне живы там вот развязали да вот это все народ строили народ строили все да я говорю за этих политиков вот вот потому что все вот эти олигарки до политики все никак не наживутся вот я говорю мне наверное мозгов не хватает что я не могу понять что сколько им надо сколько им надо сколько им надо да а мы вот во всем виноваты как говорится народ простой народ должен за все отдуваться собираем деньги для ну это не плохо собственно говоря ведь только они в их карманах не оседали вот что обидно а вот а вот а вот конечно должны да раз бы это самое должны всем обеспечить а первая волна вспомните собирали ребят по 60 по 65 тысяч получалось из семьи чтобы собрать мужчину на это самое на это своего и извините они там потом оказывается есть такие дворцы а вот а мы собирали и вот это разговоры наши они все время будут вот на после возникновения да и выше не было и ничего не было вечно мы вот вот такого вот возникновения в садике ничего не скажи воспитательно будет ребенка обязательно в школе тоже в школе да на работе начальнику не скажи вот премии уволят да и вот там сейчас так и это страх да совковое наше вот это вот как говорят воспитание вот это все вот оно давит а вас русских уже не осталось вот посмотрите эти вот шлаки устраивают буквальным образом вот и все у них вот заходят вот они хозяева жизнь все вот и 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 так и Поселок Ракитный находится в часе езды от Белгорода. Там проживают около 10 тысяч человек. По словам местных, противник ни разу не наносил удары по населенному пункту. Хотя надо учитывать, близость границы всего 23 километра. Сейчас на месте работает оперативная группа, территория оцеплена. Туда никого не пускают, большой участок сейчас оцеплен. Периодически срабатывает наше устройство по обнаружению беспилотников. Вражеский дрон, как нам сообщили, недавно был избит. Этот поселок абсолютно мирный, здесь нет никаких военных объектов. Мы вообще же не попадаем под какие-то... В смысле? Ну, ракитная зеленая зона. То есть я ругаю, и у меня все красная зона, ракитная зеленая. То есть у нас нет никаких ни ограничений, ни выплат. У нас безопасно. У нас все учатся очно. У нас тишина и покой. Это так считают... Да. Это администрация, да? Да. То есть никаких поселок... У нас все хорошо. Хотя, вот если напрямую посмотреть, ровно 20 километров до Колотилов. Где там что? Там Колотилов какая-то граница. Там ее обстреляли, ее уже нет. Ну, там ничего нет, и здесь убивали вчера понабежные. На набережной никаких не упрызг, ничего нет. То есть, это голая дорога. А сирена вот как это дает? Вчера не было ночью сирены? Даже не было, вот когда это был... Даже вообще. Прилетело в 0,40, а потом как-то сирена была. Ну, вот в наш район не попадает ни под одну выплату. То есть где-то там вот при граниче получают там связь бесплатно. У нас такого нет ничего. У нас, ну, не судно никуда. Наши ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. Воюет НАТО? НАТО, Валюет. Воюет НАТО. Даже если звуки, это сейчас натовские там? Натовские. Там уже этих-то и почти не осталось. Это все натовские наемники. Это все преступники, бандиты, фашисты. Но я их иначе как фашисты я не могу. Ну, 10 тысяч человек. И когда наши первые удары на себя приняли, пограничили, они все погибли. Все. До еды. Им нужна Россия, земля. Вот им и земля им нужна. Вот они и швыряют деньги. В Кульске 20 тысяч бандеров и детей убивают, не разглядывая женщин. Там, может быть, вообще, что было-то. А бандер, он хуже фашистов. Не глядя. Он может сейчас вязать, веревку облить и пойдет, и будет гореть. Украинцы там не нужны. Там уже вся земля, землю всю эту, вот, концерн накупили. Кому они нужны, украинцы, кому они нужны. Там их все в концлагерь отправили, переселивали. Им земля нужна. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона. Ну, хотя бы центра Сити. Пусть будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоят колонны, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением возможным, применением у нас подготовленный полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и поразит. Вот здесь 150 килотонн, тротилы эквивалентны, поразит Вашингтон и Лондон. Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не дожидаться, пока Москва применит ядерное оружие. Таким образом, он высказался во время выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Правда, потом офису президента пришлось несколько разъяснить эти слова. Пресс-секретарь Сергей Никифоров, во всяком случае, попытался. Он заявил, что Зеленский вовсе не призывал использовать ядерное оружие против России. Речь якобы шла о периоде до начала спецоперации. Но на призывы Зеленского уже отреагировали. В России Дмитрий Песков расценил слова украинского лидера как призыв к началу Третьей мировой. Последствия такого конфликта будут чудовищны и непредсказуемы. Что произойдет, если между Россией и Соединенными Штатами Америки вспыхнет полномасштабная ядерная война? Опираясь на открытые данные, уже сейчас можно заключить, что события будут развиваться следующим образом. Если одна сторона запустит ракеты с ядерными боеголовками, то другая их немедленно обнаружит и нанесет первый удар еще до первого прилета на свою территорию. Примерно через 10 минут после начала войны США начнут бить по России баллистическими ракетами подводного пуска из северной части Норвегии. Россия наверняка ответит с севера Канады спустя уже несколько минут. Первые удары, произведенные с большой высоты оружием электромагнитного импульса, сожгут всю электронику и энергосистемы двух противников. Следующие удары будут нанесены по командно-административным пунктам, а также по пусковому оборудованию ядерного сдерживания. Целями долетающих примерно за полчаса межконтилитальных баллистических ракет станут крупные города, поскольку именно там располагаются данные военные объекты. Каждый взрыв приведет к созданию огненного шара, жар от которого сопоставим с температурой солнечного ядра. Эти мощные удары сотрут в порошок находящихся поблизости людей, а те, кто оказался вдали от эпицентра взрыва, обожгут и ослепят. Затем огненный шар увеличится и породит взрывную волну, которая снесет или повредит все здания на своем пути. Великобритания и Франция обладают ядерным потенциалом и в соответствии с пятой статьей устава НАТО обязаны будут защитить США. Это значит, что они ударят по России, а Россия в ответ ударит и по ним тоже. Огненные бури охватят города, а штормовые ветры раздуют пламя, которое сожжет все, что горит. Кроме того, это же пламя расплавит стекло и металл, а асфальт превратится в легко воспламеняющийся горячий поток. Взрывы, электромагнитный импульс и радиация – это еще не самое страшное. Куда хуже ядерная зима, которая приведет углеродный дым от огненных смерчей. Подобный эффект вызвала даже сброшенная на Хиросиму небольшая атомная бомба, что уж говорить о куда более мощном водородном оружии. Над большими городами, вроде Москвы, где проживает огромное количество людей, поднимутся огромные облака этого самого дыма, а огненные бури отправят их прямиком в стратосферу. Затем солнечные лучи нагреют эту субстанцию, и она превратится в своего рода воздушный шар, продолжительность жизни которого составит около 10 лет. Высотные струйные потоки настолько быстры, что дым накроет большую часть северного полушария всего за несколько дней. На земле станет очень холодно, потому что дым не будет пропускать солнечные лучи. В сельскохозяйственных угодьях Канзаса температура упадет примерно на 20 градусов по Цельсию. В других местах похолодает чуть ли не вдвое. Согласно оценкам, которые были приведены в недавно опубликованной научной статье, более 5 миллиардов человек могут умереть от голода, в том числе около 99% населения США, Европы, России и Китая. Мы, очевидно, не можем назвать точное количество выживших в ядерной войне. Но если она хотя бы отдаленно напоминает то, о чем предупреждают ученые, то победителей в ядерной войне просто не будет одни проигравшие. Все сильные миры сего имеют убежище не просто на пару дней. У них в распоряжении целые подземные города на долгое время жизни. Они одержимы идеей золотого миллиарда, уничтожения сего населения Земли, кроме себя. Как истинные фашисты, они считают, что только они имеют право на планету, ее ресурсы, на жизнь. Мы не хотим умирать под ядерными бомбами и от радиации. И мы обязаны выразить свою волю вслух, прямо и открыто. Народ России запрещает президенту первым нажимать ядерную кнопку. Народы мира запрещают главам государств развязывать ядерную войну. Всенародная акция «Нет ядерной войне». Подписывайте волеизъявления на канале Народная трибуна. Снимайте видео. Я запрещаю Путину от имени народа первым нажимать на ядерную кнопку. Сообщите президенту свое решение. Объединяться надо, всем вставать надо. Люди должны знать, что происходит. Правду дарить. Обязательно. Нужна правда. Когда будет правда, тогда будет то. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Все, что я говорю о приближении войны, ядерной и Третьей мировой, которые многие говорят, что уже началась, но по сути мы пока еще это не ощущаем. Все сбывается. Вот сейчас все говорят о заседании, на котором Путин сообщил, что мы будем применять ядерное оружие, когда получим информацию о массированном старте средств воздушно-космического нападения, пересечении ими российской границы. Как это нас с вами все касается напрямую? Мы с вами все это слышим, и как бы в оцепенении, в парализации какие-то мы обездвиженные не реагируем. Я вспоминаю 60-е, 70-е годы, 80-е годы, ну больше 70-е, да, прошлого века, когда постоянно мир шумел от массовых движений против войны, против преследования гражданских активистов. Я как сейчас помню, Свободу Анжели Дэвис, да, вот такая негритянка с огромной копной волос, и ходили демонстрации во всех странах, и даже в Советском Союзе Свободу Анжели Дэвис, да, то есть это человек, который был однокомыслящим в Америке. Точно так же массы американцев выступали, ходили по улицам, кричали, требовали прекратить войну во Вьетнаме, вообще другие войны какие-то, и под давлением общественности войны прекращались. Это было естественным бороться за мир. Вот эти вот журавлики белые, да, которые японская девочка придумала делать, которая умерла от облучения и так далее. Сейчас мир как бы застыл, замер и парализован. И никто за мир не борется, и никто не выступает против речи президента, что да, мы первыми будем применять. А ведь молчание, знак согласия, но он раз это говорил. А если мы молчим, значит, Путин имеет право от нашего имени говорить, что это Россия, то есть российский народ будет применять эти ракеты. Предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте подумаем, а что будет дальше. 90 миллионов умрут сразу, 5 миллиардов немножко потом. Это исследования ученых. То есть ответят обязательно. То есть есть даже такие карты, которые воспроизводят, что будет, когда будет пуск одних ракет, одновременно, пока они еще в воздухе, пустятся другие ракеты навстречу, и будут убиты одновременно обе стороны. И победителей не будет. Сами знаем, что будет после ядерной зимы, человечество просто исчезнет с лица Земли. Ради чего? И самое интересное, очень многие совершенно спокойно все это слушают и понимают, что ну не будет никакой войны. Почему? А что, они дураки, что ли, сами себя убивать? Ну они же не дураки, да? Это вот ограниченное мышление. То есть давайте шире посмотрим. Давайте с вами подумаем, а что мы сидим-то? А что мы молчим-то? А почему мы не обличаем, не говорим, поэтому не показываем? Первое, мы боимся, мы парализованы страхом. А второе, да мы даже до нас не доходят, что это надо делать, что это опасно, что это нужно прекращать немедленно. Нельзя давать власть параноикам, как, знаете, были же исследования, что Гитлер психически больной, и он получил власть. Нельзя давать таким людям власть. Но мы дадим, то есть такие люди должны лечиться в психдиспансерах, а они правят миром, потому что у них много денег и очень много агрессии. И они хотят власти, очень хотят. А мы не хотим, потому что, а зачем она нам? Да, чтобы жизнь спасти. Это важно. Всё, что говорил Путин, это важно. Против этого надо протестовать. И сейчас в интернете гуляет уже петиция об этом. Найдите её, подпишите её, сделайте движение, выходите из парализации. Иначе мы с вами не проснёмся уже никогда. Свободная воля человека должна быть высказана. Молчание – знак согласия. Нельзя соглашаться со своей гибелью. И вот сегодня, всемирный день борьбы с этой ядерной угрозой, и сегодня вышла эта петиция, и за месяц она должна набрать голоса всех граждан России. Понимаете? Всех. Все хотят жить. Так не поленитесь это высказать. Махать руками, кто будет смотреть, а то бумажку, а то всё. Вы не понимаете. Нам нужно, чтобы это мы видели. Чтобы мы видели, что мы есть, что у нас есть голос, что мы высказали официально на бумаге. Это тоже ритуал. И только этим наша воля будет учтена. Понимаете? Они обязаны учесть. У нас демократия, власть большинства. Если большинство против ядерной войны, а если ещё то же самое сделают ещё и граждане Украины, то мы с вами будем спасены. И всегда надо вмешиваться в политику в своих интересах. Если вы не занимаетесь политикой, она займётся вами, но против ваших интересов. Я очень надеюсь, что вы увидите ссылку на обращение, что вы будете следить за судьбой этой петиции и поможете всем своим родным, знакомым и незнакомым эту петицию подписать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok